Всем добрый день! На связи магазин пряжи Айнитки. И сегодня в нашем ролике речь пойдет об очень классной, уникальной пряже. Это пряжа Челеджия от фабрики Лэнс Денор. Прекрасна, великолепна она тем, что по составу это 100% бэби альпака. Крайне мягкая, нежная на ощупь, подходящая для любых ваших задумок, аксессуаров, плечевых изделий, шапок, шарфов, чего угодно. Смотрите дальше наш подробнейший обзор. Для вас его подготовила Яна. Рассмотрите повнимательнее все цвета. Обязательно выберите что-то для себя понравившееся. Напишите нам в комментариях, какую бы из расцветок вы хотели и на какое бы изделие. Ну а мы поможем вам с выбором и с оформлением заказа. Давайте познакомимся поближе. Помимо состава у нас с вами есть очень много интересного, что мы сможем посмотреть на этикетке. В первую очередь часто интересует метраж. Мотки по 50 грамм, метраж 150 метров. Очень удобный метраж, очень комфортная толщина нитей. Подойдет под все что угодно. То есть от тонких водолазок, перчаток до шапок. Можно вязать в два сложения, если хотите, например, теплую, прямо зимнюю-зимнюю шапку. Но для большинства изделий, самое главное плечевых, эта пряжа прекрасно будет вязаться в одно сложение. У нее очень хорошая крутка и достаточно приятный объем для альпаки. Кто вязал из примерно классической альпаки, вот такой крученой, те, возможно, знают, что эта нитка, она очень шелковистая. И у нее нет дополнительного объема. Если мы вот так вот растягиваем нитку, она у нас становится достаточно тоненькая. И иногда это бывает как бы слишком, да, даже тонкая она становится. И вязать сложновато работать с именно стопроцентной бэби альпакой. Здесь очень приятно вязать. Комфортная толщина для спиц. Вот на стопроцентной альпакой состав. Фабрика Lens du Nord. Итальянская пряжа. Спицы рекомендованы производителем четверка. Я бы эту величину немножечко уменьшила именно из-за особенностей бэби альпаки. На плечевые изделия это скорее 3,5. Если мы говорим об аксессуарах, например, перчатках, это в районе 3 мм. Ну и у нас есть изделия уже готовые из этой пряжи, которые я хочу вам показать. Это перчатки. Они связаны из одного мотка, такие классические, базовые. И смотрите, какие замечательные из нее получаются перчатки. Здесь спицы 2,5-2,75 примерно по толщине. Понятно, что у каждого своя плотность. Вот на среднюю женскую руку. У меня они даже чуть-чуть маловаты. Но в общем и целом я их тоже могу на себя одеть и показать вам. Вот такие перчатки замечательные. Мягкие, теплые, шелковистые. С легким-легким пушком. Видите, вот таким. В принципе, могут быть и мужскими. Вообще прям тактильно невероятная, очень приятная пряжа. Безумно теплая. То есть 100% альпака это одна из самых теплых вариантов непуховых пряж. То есть если мы говорим о пухе, кашемир, як, возможно, они будут теплее. Но с этим альпака еще может поспорить. Она тоже очень теплая пряжа. Вот, смотрите, эти две перчатки связаны из одного мотка 50 грамм. Сейчас покажу вам его. Это цвет десятый. Вот из этого мотка, из одного связана пара перчаток. Да, манжет у них не очень длинный. То есть если вы хотите подлиннее, то да, вам придется взять какую-то либо другую пряжу, либо от второго мотка. Но в общем и целом перчатки, то есть если под одежду, мы их носим вот так, с недлинным манжетом. На практически все средние женские размеры хватает одного мотка. Это очень круто, это очень здорово, замечательный расход. Как я уже говорила, работать с этой пряжей достаточно легко, потому что амметраж не слишком тонкий. Это тоже приятно. И даже новички, вот у нас Женя вязала в первый раз перчатки, прекрасно справляются. Она не сложная в работе и, конечно же, безумно приятная. Что еще помимо аксессуаров можно из нее связать? Конечно, в первую очередь это какие-то такие тонкие джемперы, как, например, из кашемира. Пряжа очень пластичная, вот она, конечно, на перчатке мне это сложно показать, но она прекрасно драпируется. Она будет не спадать и образовывать волны, если это будет, например, какой-то оверсайз, да, она очень красиво будет драпироваться. Это, естественно, какие-то палантины, шали, возможно, шапочки, если в два сложения, то это прямо можно сделать и какой-то резинкой, и какие-то косой заплести, почему бы нет. Если в одно сложение, можно прекрасные двойные шапки бини вязать. То есть большое количество изделий, детские вещи, разумеется, детские комбинезоны, детский джемпер, что-то такое вот тоненькое, приятное и очень теплое. Посмотрите, модели, те, которые рекомендуются под стопроцентный кашемир, все они подойдут под Байби Альпаку. Она очень такая мягкая, гладкая, шелковистая, и в то же время есть небольшой такой пушок. Смотрите, какая большая палитра цветов. Я постаралась их уместить в кадр по максимуму. Естественно, есть натуральный белый цвет, первый номер. Есть два оттенка бежевых, причем цвета слегка меланжевые. Это тоже очень здорово. Богатые такие солидные, красивые цвета, которые тоже, например, для аксессуаров шикарно подойдут, или для водолазки базовой. Самый вот этот светло-бежевый, 21 номер меланж. Такой прямо едва-едва. И ближе к кофейному, 22 номер, вот такой. Два серых оттенка. Тоже меланжевый. Это светло-серый меланж 31 номер. И 32-й потемнее. Естественно, классические, яркие, красивые, насыщенные оттенки красный, черный. Черный номер 12. И ярко-красный 44-й. Прямо такой хороший, насыщенный, классический красный цвет. Тоже иногда бывает редкость в пряже. Да, какие-то вон другие оттенки уходят. Здесь прямо самое, что у меня есть, классика. Очень красивое сочетание. Осенняя гамма. Вот она у нас тут рядышком стоит. Вся эта бордовый. Это хвойный зеленый. И горчица. Вот они так прям все вместе. Прекрасно смотрятся. Горчичный, не сильно темный, не сильно яркий. Такой замечательный цвет. Номер 42. Зеленый, густой, глубокий. Очень модный в этом сезоне. Красивый зеленый оттенок номер 5. И бордовый, такой мягкий, тоже не сильно темный. Вот скорее ближе вот к этой гамме, да, чтобы он, на самом деле, не очень темный оттенок. Красивый. Тоже женственный. В принципе, может быть и мужским. Но все-таки есть тут нотка такая, таких вот женских тонов. Не классический такой вот прям бордо. Интересный оттенок 8. Вот они все рядышком. Естественно, все они могут сочетаться с базой. Да, как и, например, с бежевыми оттенками. Очень красиво. Да, так и, например, горчица серой тоже. То есть и в холодные, и в теплые вот это трио может уходить с любой комбинацией, которую вы захотите. Нежный, безумно нежный розовый. Не передать его, наверное, на камеру. Номер 3. Он, если издалека посмотреть, даже такой бело-розовый цвет. Вот именно такие бутоны цветков весенних, которые есть. Вот это он. Очень нежный оттенок. Совершенно не какой-то детский, да, там еще. То есть вообще абсолютно нереальный цвет. Светлый, красивый. Те, кто не хотят уходить вот в эту натурального цвета гамму, то вот он, конечно, шикарен. Он здорово сочетается со светло-серым меланжем. То есть такое вот очень приятное, нежное сочетание получается, если хотите его с чем-то комбинировать. Лиловый. Вот такой красивый. 213 цвет. Даже, может быть, немножко фуксию уходит. Такой вот яркий. Сложный, очень сложный, красивый, невероятно красивый оттенок сизый. 206. Здесь и синий, и немножко сиреневого, и серый. Все это сплелось вместе вот в таком интересном, красивом цвете. Если его с чем-то сочетать, то, конечно, вот можно с серыми. Безумно тоже классное сочетание получается. Такой вот необычный. И пара оттенков, тоже топовых сейчас, это петрольно-голубая гамма. Морская тема. То есть вот этот такой морской петроль, не сильно синий, скорее, отдает немного в зеленый. Цвет 43. И в пару ему светлый, голубой цвет, солнечный такой лагуны, тоже не просто голубой. Десятый оттенок, из него как раз у нас связаны были перчатки. Вот такие замечательные цвета. Еще по плотности, для кого это важно, на этикетке в квадрате 10 на 10 сантиметров указаны 23 петли и 23 петли и 30 рядов. Стирка только ручная для альпаки. Очень будьте аккуратны с альпакой с температурой. Если стираете изделия, их не стирайте даже в теплой воде. То есть вода должна быть холодной или слегка-слегка теплой, скорее прохладной по ощущениям. Альпака очень чувствительна к температуре, поэтому будьте аккуратны. Используйте правильные средства для стирки, не агрессивные, которые рекомендуются именно для натуральных материалов. Это лучше все-таки обратить внимание на то, что продается именно для трикотажных вязаных изделий. У нас на сайте Айнитки вы можете найти средства на любой бюджет. Самая бюджетная – Мелада. Дальше для альпаки я бы рекомендовала Шапу Шеки. Или есть еще серия средств от бренда Кэрвул Дуо. То есть вторая степень стирки для уже пряжи, у которой нет пропитки, которую только надо распушить и за ней поухаживать. Средства добавляете, согласно инструкции, прямо минимум на тазик, на изделие. То есть если вы стираете чайная ложка, не больше. То есть не перебаршивайте со средствами. Это совершенно ни к чему. Пряжа отстирается и так. Она не нуждается в большом и таком агрессивном растворе, чтобы постираться. Наша самая главная задача – с вами ее не испортить. Выбирайте свой любимый оттенок из этой пряжи. Пишите в комментариях, что бы вы хотели из нее связать. Заходите к нам на сайт ainitki.ru. Посмотрите еще раз все цвета. Надеюсь, что я вам их показала достаточно хорошо в видео. И выбирайте на пробу. Перчатки – это будет один из самых лучших, наверное, проектов для того, чтобы попробовать пряжу. Вы можете взять один моток и связать перчатки. Что касается спецпредложений и акций, то сейчас на осень очень удобно воспользоваться нашим мастер-классом по перчаткам и оформить его всего за 100 рублей при покупке пряжи. Вы сможете связать вот точно такие же перчатки, как у Жени. Мы научим вас вязать именно базовый вариант перчаток, анатомический, который хорошо сидит по руке. То есть вот такие, прямо как вторая кожа. Такие перчатки вы научитесь вязать. Если вы хотите потом сделать какие-то расширения, дополнения, то вы просто сначала научитесь вязать базовые перчатки, а потом уже сами самостоятельно посмотрите, сколько петель составляет у вас вот этот вот фрагмент на внешней стороне ладони. И можете запускать сюда любые узоры, если хотите, перчатки с какими-то узорами. А так ничего не меняется. То есть обычно все мастер-классы по перчаткам, они состоят только в том, что меняется вот эта часть и меняется резинка. Потому что все пальцы, все разведение, все подрезы и клинья и все остальное, и оно вяжется одинаково, вне зависимости от того, какой берется стиль перчатки, какой узор. Так что выбирайте любые два цвета, вяжите себе и своим близким на весну замечательные перчатки. То есть можно взять, например, там себе и мужу, да, и связать перчатки, если у него небольшая рука, да, или там себе и ребенку. Пробуйте вяжите. И от 8 мотков, это 400 грамм пряжи, мы дарим вам мастер-класс по вязанию водолазки с плечом погон. Тоже изделие, которое идеально для нее подходит, поэтому можете не искать какое-то описание, воспользоваться нашим. Можете взять любое описание, которое вам нравится. Всем спасибо за внимание. Если у вас остались вопросы, есть какой-то момент, который я не осветила в этом видео, пожалуйста, пишите в комментариях и ждем ваших отзывов об этой пряже. Я надеюсь, что все будут положительные. Всем счастливо и до новых встреч в вашей нитке.